всем привет дорогие друзья и гости канала с вами с вами вновь в игре евротрак симулятор 2 на наших любимых русских картах rosmap и южный регион ну и как вы помните везем груз в краснодарский край станицу по моему кущанская называется сейчас находимся на стоянке не доезжай воронежа впереди у нас еще 800 километров так какой-то моргает этот запускаем мотор точнее 800 780 километров ребят еще впереди вот что еще хотел сказать не знаю проедем мы за это расстояние за одну серию или за 2 хотелось бы конечно за одну успеть но это как пойдет пока не знаю так все камаз работает проверили воздух в принципе в системе есть поехали потихонечку так первая передача давай 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 родной пошел время кстати часов 6 утра или может быть 5 потому что хотя бы черт гадать давайте поспорим 543 потому что я ставлю останавливался переночевать на стояночке решил с утра поехать дальше дорога пустая вообще конечно м4 я только один раз в жизни видел совсем пустой это было в новогоднюю ночь я просто был на машине был трезвый и ездил на заправку на м4 и дорога была реально пустая а так конечно машина даже ночью ездит он кстати трафик пошел вот он и трафик поддался ну жмем в общем на педаль так переставимся так саратов так 11 передача погнали не знаю постараюсь конечно доехать за одну серию чтобы не растягивать особо все это дело потому что ну реально когда по четыре серии один рейс мне кажется это немножко надоедает или ребят подскажите может быть мне ну в резками делать да то есть не всю дорогу записывать а паузу нажимать и какие-то отдельные интересные моменты записывать как проезжают населенные пункты это для тех кто смотрят или вот так писать полностью просто комментариях отпишитесь как вам будет интересней снимать етс и фермеров этом в онлайн трансляции я тоже пока не могу стримить у меня интернет не позволяет так что отпишитесь ребят в комментарии так 12 передача нас тем временем разогнал я все-таки команды 90 километров в час мы посмотрим сколько мы проедем успеем и как бы у меня серия рассчитана это 20-25 минут как вы уже поняли да по другим видео просто нет смысла писать больше потому что это ты когда видишь серию в 30 минут наш блин сколько времени там и жизни потерять можно посмотрев ее ты как бы лучше этот порог немножко не пересекать это надо если серия там тоже ту же 31 минуту там они 29 до ты сразу планируешь от приходишь с работы да там надо выделить в рейд посмотреть серию а когда серия 20 минутах блин и сейчас быстро глянул такая психология человеческая поэтому я не пишу длинные серии так притормаживаем туда стоянный пункт все-таки на какой-то хотя ограничитель не вижу сколько он показывает так флажок вниз это вот 90 стоит ограничение погнали дальше доллара но все посмотрим допустим вот это расстояние это знак интересный сколько мы проедем именно за 25 минут доедем до конца не доедем и сколько нам останется какая-то новая ташка прямо по курсу так передачку повыше погнали дальше так тут нет тут не светофор нет все хорошо да не хотелось бы сбрасывать скорость идем так хорошо расцвет не знаю что тот решил переночевать не стал ночью ехать ночью надо тоже конечно клево прокатиться но все-таки день это день да вот эти зеленья будут кстати мой раз проезжали эти многоэтажки не так нравится этот панельная многоэтажная застройка советское наследие в москве сейчас от них хотят избавляться там программу них как от реновации до строительства новых домов вообще как бы тема интересная согласен как это будет реализовано мы посмотрим ничего не будем говорить рассуждать у нас не политический канал не какой-то там экономически а у нас сугубо развлекательный так как этот дорога хорошая три полосы в одну сторону так начинаем давайте перестроить тогда правда мне кажется что это третья полоса сейчас быстро где-нибудь кончится так мне же знал предполагал так ну там нас вроде пропускает трафик так что спокойно перестраиваемся и давим с вами дальше так что у нас топливом топлива практически полный бак как вы помните в прошлой серии мы искали заправку на сухом баке в общем двигаем дальше сельское хозяйство трактора стоят даже играя в евротрак симулятор 2 этот атмосфера фермера какая-то все-таки передано очень красиво присутствует не говоря о том что конечно тут то и на вот этих тракторов взята с фермер симулятора статичных объектов но все же интересно какая-то интересная заправка болен чё-то не понял далеко вывеска ходят чё я блин у нас же есть вот такая штука я и забыл совсем мы же можем увеличивать присматриваться так скажем стык неровность на дороге обычно такие стыки конечно бывают на мостах потому что у нас обычно мост и обычную дорогу идущую к мосту обслуживают вообще разные организации какой-то мост стоит рой транс и какой-нибудь автодор мост автодор да грубо говоря но это конечно так понятно что мост он должен пружинить под ним если кто-то когда-то под мост залазил на магистрали он вообще плиты вот эти дорожные огромное перекрытие они стоят на таких резиновых прокладках подкладках чтобы мост немножко играл и поэтому эти стыки металлические есть на мосту его нельзя как бы мы как бы можно конечно но по технологии должны вот эти быть стыки разделение асфальтов так это что он с вами проезжаем пабловск наверное как вас тут много ребят чё-то нас пропускает что для тебя пропускаю поехали тогда раз нас пропускают чё 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 спасибо за чистоту на дорогах понятно счастливого пути щелкаю практически подряд все передачи но особенно верхних рядах то есть на нижней тема что мы как-то перещелкиваю без флажка то есть или сразу верхний ряд там допустим 2 4 6 потом уже щелкаю флажок так вот смотрите сейчас на 10 положат вниз на 11 но тут вот уже пошли такие равнины у нас допустим дома в тульской области в липецкой там там больше конечно не равнинная такая бугристая местность и очень много разных овощин вот этих речек так тоже красивые вот поля вот так прям сборов идут вниз классно некоторые водитель даже проезжая допустим ту же тульскую область насколько я знаю говорят что у нас там такие серпантины горные есть местами такие там подъемы а здесь вот в краснодарском край даже по атмосфере в игре понятно что здесь территория такая более ровно и равнинная да 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 ехай она заедет на 12 не буду флажок щелкать расход топлива конечно нас так и остался большим река дон у нас мы кстати по морю дон еще где-то проезжали или будем проезжать до несколько раз то есть нами какое-то отпетвление может быть река так разделяется на несколько русел я как бы не очень просто только географии в этой местности но такой вот в игре присутствовать несколько раз будем проезжать мост разные мосты с рекой дон да и на 5 на бугор идем так ладно давайте понизим ряд давай 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 камазик там впереди тоже какой-то тягач у нас идет с фурой в принципе не сказать чтобы убегал от мазда то есть также ползел в богор не знаю попробуем догнать если получится посмотреть что там за машина 12 водитель устал отдохни кафешечка все как положено со стояночкой все конечно бизнес неплохой да такие кафешечки но и достаточно затратный на первоначальном этапе не то что как вот в интернете запросы там бизнес без вложений с минимальными вложениями здесь надо выложиться неплохо у нас бура идет машина не знаю тут принципе каких затруднений впереди нету так что и не буду останавливать пускай она там 100 110 разгоняется в бугра так конечно если был бы какой-нибудь закрытый поворот то лучше притормозить до крейсерской скорости так все этот товарищ нас тормозит блин а потерял ее за ним скорость а теперь он от нас убегает посадил меня в гор в рацию я буду сейчас пару ласковых сказал франшичу конечно какой ряд понятно понижаем 40 километров в час бог вы представляете хотя мы тут с вами на чем-то съехали тоже умирали и на volvo и на реношке мы по-моему сюда ездили на разных реношках ну чё ты вообще что ли умрешь сейчас давай давай уже восьмая вот это весело забираемся выбирается трафик от промаживаем там еще стадия ползет красиво мазик в бугру прям лезет подъем кстати не слабый так чуть-чуть вылезли ух ты и не ту передачу поставил опять сели до блин передачу не тупо оставил но она пойдет на 10 я думаю тут уже бугор у нас кончается я пойдем вниз под спуск такой неплохой о пошла пошла вниз вот я не буду ее останавливать пока до впереди идущей машины далеко 110 бугра 110 наверно пошла да все сбрасывает какие подсолнухи красивые давно я не кушал именно таких вот там подсолнухов свежих это мне кажется немножко полезнее чем там просто семечки уже пожаренная но все семечки конечно не грызу во первых это очень калорийно достаточно вредно давай-давай камазик нормально заехали но это не равнины о которых я говорил никаких бугров равнины поля тут наверно поле парует не видно да чтоб что-то было засеяно здесь и заправочка в поле но это нормальная тема так кстати чушь за заправки тут у нас евро он какой-то схватили нарушение флажок вниз погнали смысл вот из-за заправки из-за того этого с арбузами там чуть мекк было ограничение скорости установлено ниже а то бы сейчас шли и шли так давай давай камазик блин опять бугор заедет нет так должен я думаю так а я что со светом еду да давайте на кабариты включу а то очень от асфальта свет отсвечивает опять с бугра идем вот они там что-то тормозят внизу это как бы не очень айс потому что были на бугор то надо заскочить на скорости давай 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 камазик не садись ну хотя бы нас никто особо не оттормозил хотел впереди я догоняю легковушечку не очень хорошо давай 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 ну заехали можно сказать погода что-то кстати какая-то странная впереди блин как бы там дождик не льва он там наверно льет уже видите деревья в таком тумане скорее всего там что-то уже вливает у нас асфальт сменился такая текстура асфальта похоже на срезанный асфальт то есть ямки сравняли срезали а новая ничего сверху не положили но может прилили там битомом немножечко люди разуют отдыхать на юга а мы груз тянем так сейчас опять какой-то спуск вижу впереди кстати уже едем 20 минут ребят ну не не успеем мы доехать с вами за одну серию а делать длинные серии я говорю будет неинтересно смотреть так где мы хоть есть что-то там сейчас по-моему опять река дом или нет а нет тут донец понятно здесь у нас донец так ничего давайте прогружу карту но это будет долго такой вот подвесом игры потому что ну реально все это дело требовательное камень к шахтинский проезжаем нам кстати осталось 200 километров сейчас распаду давайте доедем что ли все-таки наверно доедем с вами не так уж и далеко осталось там даже 270 ну на 7 минут даже ладно за 30 если уйдем дойдем все в одной серии потому что ну реально тянуть это все как какая-то серия была сколько на это же 4 серии я тянул смаз не спитера на пряники старом да куда москву или даже куда-то дальше мы тянули 4 серии было наверное все таки я буду стараться для записи если вам конечно это интересно и вы любите это посмотреть брать какие-нибудь короткие рейсы не такой дальняк конечно потому что это далеко реально так ходит дорога на волкоград так ну и чего вы тут ребята давайте сейчас мы вас обгоню всех так автобус обошли можно перестроиться и газуем с вами дальше хотя вот эти 270 километров блин еще достаточно долго по времени особенно на команде может быть на какой-нибудь вольво мы бы долетели чуть быстрее а камаз в том садится постоянно но груз достаточно тяжелый все таки для него реально ну ничего так еще куда-то подъезжаем а я как раз развязка вот это да интересно так астана и ростов 12 краснодар вот тут какие-то развязки интересные можно на каким-то образом там краснодар по другому проехать не мы сейчас интересными какими-то путями сейчас уходим так на краснодар так на краснодар ростов пошел в другую сторону у нас дорога ашан куда же без него так давай 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 камазик передачку вниз так а чё по прямой на нельзя было проскочить почему нас повели такой интересной дорогой а там в город пошла точно какой-нибудь проспект тогда нас повели к какому-нибудь ростовскому кольцу скорее всего хотя может быть это в игре как ростовское кольцо выглядит а в жизни это там пол области дорога охватывает да светофор так погнали давай 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 так верхний ряд у нас да тогда нижний ряд девятое так десятое краснодар двести восемьдесят ростов два километра уходит дорога на ростов да газ в полу постоянно так дпс пост что тут с ограничением скорости все идут нормально семьдесят восемьдесят мы прошли вот пять дом причем это портовая часть по ходу до ростова краны портовые стоят так че обойдем мы че то есть то вольво давай-ка мазик да порт ростовский порт так а че куда вольво делалось он ушел вниз на порт туда можно перестроиться так ну и сейчас где то будет интересно я дал нас развязочка чтобы уйти опять по м4 в сторону юга так че вы тормозите то болгодонск вот на новороссийск уходим по прямой а мы тут можем так да за ним прям тогда пошли так че так трафика нету одна машина вперед я вам вторая 1173 что сейчас был указатель километража офигеть пошел трафик так и впереди у нас интересная развязочка там че кольцо а потом уходим там так интересно эх блин ах потеряли в скорости так краснодар вперед вот давай камазик заезжай так начало какой ряд включить вот так девятую передачу поставлю ну там наверно видно ростов да там многоэтажки скорее всего ну я думаю что скорее всего исторически дорога проходила через центр города а потом уже вот эту объездную сделали построили построили так машинка идет не пустил я что думал что он нас пустит ах 10 по аналибру на 10 заправку вот эта тут так интересно расположена не может заехать только с той полосы так 11 ну и сколько то я думаю что нам осталось где-то 200 да может быть поменьше тогда уж едем до конца серия затянулась ну ладно не буду уже уже тянуть до последнего как бы там несколько много серий записывать до доедем в принципе здесь можно было бы встать ну а мы доедем погнали тут он кстати можно тачку заремонтировать так все в сторону краснодара погнали дорога тут асфальт такой еще интересный если ничего не понятно почему да вот не отгороженные полосы отбойниками какой-нибудь плетняк поставить прям или просто эти ну железные вот такие отбойники мне кажется это было бы намного безопаснее чем вот просто такая какая-то разделительная сплошная или вот такой островок безопасности такие же ну я не знаю водитель дальнобойщики уснет деть в дороге то бы он отбойник схватил да ну побил бы только свою машину а то блин в лобовую влетит убьет сколько людей так пересекли отметку в 30 минут прошу прощения ребят ну ничего едем дальше надеюсь вам интересно все посмотреть даже хотя бы за кадром послушать что я вам тут рассказываю балаборю двигаем дальше конечно все эти дороги мы уже видели ездили куда-нибудь съездим в такие места еще посмотрим где или редко проезжали или вообще не ездили и давай камазик тени в бугор тут по моему после ростова насколько я помню по карте тут нам не так много ехать то было да но карту уже смотреть наверное не буду потому что блин долго она загружается очень требовательные карты ну представляете связка двух карт с модом вот на этот камаз ну там наверное пару каких то копеечных модиков весит практически 6 гигабайт охренеть вообще можно это очень много в евро ой не в евро а так Краснодарский край Кущевский район а ну все туда въезжаем вот хотел сказать что фермер в симуляторе у меня весь пак модов нам 5 гигабайт весть а здесь всего 5 модов так скажем да грубо говоря так у нас тут пост наподобие Каширского ну по-моему Каширский сейчас уже не работает так а это надо выплаты по кредиту я думаю ух ты ехать ух ты ехать ух ты ехать ух ты х ты х погнали тут можно развернуться наверно посту да похода да ух ты как кручу то я все погнали И я так понимаю, что мы практически приехали вон там, она сейчас съест уже на станицу. Впереди контейнер для мусора. А мне кажется, что там, если мы у нас желтеньким, мы там были. Мы там что-то разгружали уже, тоже привозили в эту станицу. Давай-ка мазик. Чуть-чуть осталось. Оп. Контейнер для мусора стоял. Так. Приехали практически. Ах, как раз поворот на Ейск. Приехали тогда, в реальной жизни даже. Давай-давай-давай-давай-давай. Камазик тяни-тяни-тяни в плор. Так, чё? Там нету. Здесь далеко. Погнали. Давай-давай-давай-давай. Выезжаем быстрее. Наверное, сюда куда-нибудь везем. Вон, здесь силосные башни стоят. Скорее всего, куда-нибудь туда и везем. Ну всё, ребят, приехали. Кущевская. Так. Так. А, ну были мы здесь, мне кажется. не точно, но были. Так. Тихонечко. Заскакиваем. И всё тогда, в общем, на этом всё, ребят. Увидимся с вами в следующей серии. Я тут уже сам припаркуюсь. Всем удачи. Всем пока. Ну и до новых встреч.